У меня есть куча вариантов, целый список опять написала, но все такие затратные по времени и по энергии, по силам. Но я точу нож об нож. У меня точилки уже давно нету, давно не пользуюсь. Нож об нож, прекрасно все точится. В общем, короче говоря, решила сделать генеральную уборку на кухне. Загляну я в фикс прайс, не в свой, а немножко в другой. Интересно, все-таки чем это закончится, безобразие. Сегодня 1 сентября, всем доброе утро. Какое прекрасное утро, ветра нет, солнышко свесит, птички чирикают. Вот, деткам идти в школу нарядными. Ну, я не знаю, вроде бы детки не все, наверное, пойдут. Вот, ну, для детей как раз день такой прекрасный, прекрасный вообще. Надо и мне сегодня тоже пройтись, посмотреть, что там чего. Еще раз доброго утречка всем, мои дорогие. Ну что, я закончила монтировать видео. Сегодня опять этим занималась с утра. Уже позавтракала, съела свою овсяночку, попила кофе. И надо же уже приступать к каким-то делам. Сейчас первым делом я хочу достать с вытяжки сетку. Я уже вот собираюсь в последние дни, все никак, руки не доходят. Первым делом сетку я хочу помыть. Ну, буду мыть тем же средством, которым я мою плиту, плитку вот эту. От Фаберлик. Это средство для духовок и плит. Оно очень хорошо, этот удаляет жир и всю остальную грязь. Вот, значит, это я сделаю, а что я буду делать потом? Я пока думаю. У меня есть куча вариантов, целый список опять написала, но все такие затратные по времени и по энергии, по силам занятия. И мне нужно рассчитывать, как всегда, свои силы, чтобы у меня сил хватило на все это, что я собираюсь сделать. Ну, оставайтесь со мной и, в общем, что буду делать, то и будем смотреть с вами вместе. Вот такая решетка у меня прям чумазая-причумазая. Вот это средство я возьму для духовок и плит. Смочу решетку, сейчас просто нанесу и дам постоять немножко. Все, заодно протерла плиточку. Плиточка зеркальная и плита чистая. И сетка у меня чистая. Все. Хорошо, когда обед уже заранее готов. Я вчера отложила себе вот на сегодня тушеная капуста, там немножко сосиски и филе куриное на пару. Вот сейчас пообедаю и буду делать дальше дела. Сейчас опубликовываю для вас видео. Ну что, девочки мои, вот я решила выйти прогуляться по воздуху. На улице, в общем, тепло, не жарко, но очень тепло. Да, я оделась прям в сарафанчик и так хорошо себя чувствую. Ветерочек легкий-легкий. Я смотрю, там школьницы идут в форме. Ну, а я решила выйти в магазин, пройтись. Думаю, надо готовить. У меня есть овощи, но я думаю, что я, наверное, куплю фарш и приготовлю. Кое-что приготовлю, скажу вам потом. Так, ну, в общем, так потихонечку сейчас пройдусь, прикуплю то, что мне нужно. И приготовим уже сегодня мой ужин, да? Все, сходила, пришла, девочки. Купила фарш говяжий. Сейчас буду из него готовить. Взяла один персик, прям такой стиленький, мягкий. Немножко розовый помидор, зелень укроп, петрушка. И вот взяла грецкий орех. Грамм 100 здесь примерно по 800 рублей килограмм. Ну, полезно тоже его поесть иногда. Сейчас прям, особенно на диете, нужно по чуть-чуть орешки кушать. В общем, я решила сразу, незамедлительно начать готовить. В мультиварке буду готовить. Растительное масло налила и лучок нарезала туда. С фаршем немножко обжарю. И потом буду закидывать туда овощи. Ну, вот у меня баклажаны, болгарский перец, помидоры. И все-таки я решила это потушить вместе с мясом. Все, я закинула туда фарш. Решила приготовить фарш весь, потому что, ну, 700 грамм. Я думала, грамм 600 будет, но мне чуть-чуть больше здесь. Я уже не стала там ничего откладывать. Короче говоря, 700 грамм тоже хорошо. Чисто говяжий фарш. На этот раз не свиноговяжий, а чисто говяжий фарш я взяла. И на этот раз я решила сюда не добавлять кабачки. Сделать чисто баклажаны. Вообще, я сначала хотела приготовить аджапсандал вот этот вот. Но я подумала, что по ингредиентам там чеснок. Нужно добавлять и кинзу. В общем, кинзу мне оказалось в ларьке. Потом я не хочу с чесноком. Каждый день блюдо есть. Я вообще как бы чеснок, ну, так, чисто добавляю иногда чуть-чуть. Но особо чеснока я сильно не люблю. Каждый день есть мне надоест это блюдо. А вот это то, что я сейчас готовлю, каждый день мне надоест. Ну, в общем, это как я готовила раньше. Опять-таки, думала приготовить его, как положено, по правилам, как готовила моя бабушка. Но там нужно обжаривать. Там много масла. И, в общем, я решила, все-таки я это потушу. И сделаю те же ингредиенты, которые нужно. Баклажаны, видите, я на 4 части режу. И толщиной где-то по сантиметру. Ну, такие куски нормально. Кожуру я не счищаю, не снимаю, потому что я готовлю для себя. Меня это с кожурой устраивает. По крайней мере, это быстро и все. Но повозиться можно, если кто не любит кожуру. Я думаю, можно и в тарелки ее вынуть. Вот. Кто-то баклажаны вообще чистит шкурку эту. Помидоры можно дать пуском снять шкурку. Я все готовлю со шкуркой. Меня шкурка совершенно никак не смущает. Абсолютно. Я люблю вот это быстренько приготовить и не возиться тут. Я готовлю только лишь для себя. Так, помешать надо еще раз там. Ну, вот решила, не знаю, сделать чисто баклажаны без кабачков. Немножечко, я думаю, может быть вкус будет приближен к тому, который я готовила тогда по бабушкиному рецепту. Так, и что? И, в общем-то, баклажаны сейчас я порежу. Порежу помидоры и болгарский перец. И все это можно будет закинуть, в общем-то, одновременно. Сейчас я посмотрю, сколько будет там у меня сока. Ну, может быть, пол стаканчика воды я туда добавлю, чтобы оно... Поставлю режим кушения, чтобы в одну воду добавить, чтобы оно там все-таки был пар из чего-то. И чтобы точно знать, что ничего у меня не подгорит. Так, все, фарш уже почти что закрылся весь. Серенький стал уже, не красный. И сейчас я уже могу туда закидывать овощи. Фарш уже готов. Все, баклажан сейчас еще один дорежу. Закину баклажаны. И уже дорежу все остальное. Так, все, девочки. Баклажанчики уже немолодые, они уже немножко с семенами. Ну, а что делать? Баклажаны тоже уже отходят. И вот пока они еще не отошли до конца, я уже в догоночку хочу все-таки еще насладиться вот этим любимым блюдом. Баклажаны вообще я люблю. Но не очень я люблю острые блюда, не очень я люблю чеснок, особо много чеснока в блюдах. Поэтому вот такое блюдо, это не для меня самое подходящее. Все, готовим вот таким вот образом. Быстро-быстро. Все. Все, баклажан я туда закинула, добавила чуть-чуть водички, накрыла крышкой, чтобы оно мне тут не шумело особо. Помидоры чуть-чуть помельче режу, примерно по сантиметру, каблуки такие. Вот люблю, когда нож острый, когда вот режу помидоры как по маслу. Бывает, кому-нибудь приду в гости, а нож тупой и пилит. Или давит, помидоры давит, выжимает. И не режет. Но я точу нож об нож. У меня точилки уже давно нету, давно не пользуюсь. Нож об нож прекрасно все точится. И вот так вот раз-раз. Все, готово. Все, приотличненько. Раз-раз-раз. Так, все, еще сейчас перчик, перчик еще надо порезать. И все готово. Решила перчика побольше, ну помидоров, в общем-то немало, но решила так побольше перчика, побольше овощей сделать прям такое тушеное, притушеное. Все, я еще не включила режим тушения, просто добавила водичку, чтобы там немножко все это остыло, потому что после режима жарка сразу тушение не включается. Вот теперь можно уже включить тушение, пока я почищу перец болгарский. И пока я его порежу. Так, тушение. Оп. На час у меня стоит с мясом. Вот так, пусть готовится. Время пошло. Так, ну перец я решила тоже не мелко сильно резать. Прям тоже такими кубиками. По сантиметру, полтора сантиметра, вот такие кусочки хорошие. Хочется вот крупно почему-то. Почему, не знаю. Иногда хочется мелко, иногда крупно. От чего это зависит, кто мне подскажет. От настроения или от чего. Так, ну все. В общем-то сейчас перца, я думаю, мне три штуки хватит. Хотя здесь перец, он-то вполне уместен. Да, я думаю, три хватит. Перца много здесь не бывает. Вот как раз тушеные овощи. Потому что сырые салаты, я же сейчас как на диете. Сырые салаты, они, конечно, насыщают быстро, но очень быстро от них, они надоедают. Поэтому запеченные овощи тоже особо я не любитель. Там можно иногда поесть. Но на одну порцию готовить же я не буду. А приготовлю на несколько порций, один раз поем, потом не захочется. А вот это, я знаю, проверенное блюдо, его всегда хочется есть. И его, кстати, оно такое универсальное, можно его есть и на обед, и на ужин. Во, прекрасно. Все, перчика побольше. Прямо сразу закину туда и перчик. Все. Все приотличненько. Ну и все, пускай оно тушится. Через полчаса можно будет посолить и в конце самом закинуть зелень. Вот так у меня сейчас все это выглядит отлично. Так, полчаса у нас прошло. Я решила это поперчить, посолить. Забросить туда лавровый лист. Так, перец у меня тут в 7 перцев смесь. Букет перцев, вот это. Вкусная соль. Это 7 блюд. Тоже она тут с травками, с приправками. Посолим. Так. И перемешаем. Все это дело, я решила, что надо перемешать. Все, ну сок уже выпустила. Пахнет вкусно. И продолжим тушиться до окончания времени. Да, я уже нарезала зелень. Вот хорошо даже мясо прям тут в столке. И отличненько. О, классно. Так, зелень я нарезала, приготовила. И за минут за 10, может быть до конца, за 5-10 минут, закину туда зелень. И все. Еще раз перемешаю и выключу. Сейчас прошло полчаса, еще полчаса осталось. Ну а я пока продолжу смотреть Твин Пикс. Сезон 3, серия 3. Ну, любопытно все-таки посмотреть, чем же там все это дело закончится. В третьем сезоне уже все постаревшие. Фильм снят 20 или 25 лет спустя. После первого, второго сезона. Вот это вот мелодия их фирменная. Пока мой ужин еще готовится, я сейчас, у меня сейчас как раз время полдника, при том, что Деню нужно есть отдельно от всего. Очень вкусная дынька торпеда из пятерочки. Сейчас я пополнючу дынькой. Доброе утро, девочки мои! На улице тихо, тепло, классно. И никто не может подумать, что буквально через 3 часа должен начаться ливень. И лить он будет сутки. Сейчас 24 градуса. К вечеру похолодает до 17. Ночью будет до 13. А завтра будет не больше 19 градусов днем. Похолодает очень сильно. Вот. А у меня сейчас уборка... Сейчас уже 9 часов, а я не сплю с полпятого. В общем, короче говоря, решила сделать генеральную уборку на кухне. Все тут убрала со всех поверхностей. Перемыла все, шкафы, вот это вот все. В общем, еще мыть и мыть. Ну, посмотрим, насколько мне хватит. Хоть я не сплю уже и давно, но позавтракать вот только сейчас сообразила. Мне вот, когда я что-то делаю, чем-то занята, вообще забываю про еду. Ну, сейчас уже 9 часов, пора позавтракать. Как всегда, кашу повсяную. Сейчас заварила, пока она настаивается. Хочу вам сказать несколько слов. Девочки, вот уборкой я занялась. Я довольна. Уже запах такой чистоты. Все поверхности от пыли, от всего. Все вытерла, вымыла. Потом еще надо будет все это по местам ставить. Но сегодня еще я хочу выйти все-таки из дома, несмотря на то, что все-таки дождь, наверное, пойдет. Но хочу пройтись по магазинам. Надеюсь, мне это удастся. И посмотрим тогда, что я там сниму. Смотрю же я вот этот Твин Пикс, девочки, начала смотреть и третий сезон. Вот что я вам хочу сказать. Первый сезон еще ничего. Ну, так, в общем, как бы старенький фильм, такой цветной, все красивые такие артисты, все с макияжем, нарядные. В общем, как бы такой вот он, ну, красивый. Второй сезон они растянули. В первом сезоне, по-моему, 10 серий, во втором 18. Они как-то вот события очень сильно вот так вот взяли и растянули. Но третий сезон лучше бы они не снимали вообще. Это вот такой кошмар. Я вчера уже начала смотреть. Я первую серию смотрю, не въехала, не поняла, что там, о чем там. Вторую серию, третью серию смотрю. И все равно не могу понять, что это за бредятина. Вот худшие бредятины я еще не видела вообще. Я вчера просмотрела 8 серий, не знаю, сколько там всего их. Но сейчас у меня просто уже дело принципа. Досмотреть, чем этот бред закончится в конце концов. Будет ли смысл, появится ли смысл вообще в этом всем отснятом вообще. Вот если по рейтингу ставить оценку, я бы поставила третьему сезону самую низшую оценку. Это такое вот я первый раз у меня, такое желание возникает. В общем, я досмотрю. Но вообще не советую третий сезон смотреть. Не, можете начать посмотреть. Вы если поймете, что это бред. Вот с первой серии. Просто я вам сразу говорю, этот бред все остальные серии. Просто ни о чем смысла нет. Вообще непонятно о чем. Какая-то вот, знаете, бред, бредовый совсем. Вот, сейчас я решила позавтракать, немножко передохнуть. Я что-то подустала малости. Но я не только на кухне порядок еще решила. В туалете там порядок навести, тоже все перемыть, все перемыть. А потому что, ну, в комнате-то у меня нормально, как бы там я порядок поддерживаю. Ремонт делала вот весной, да. Здесь я ремонт не делала, но решила прогенералить. В общем, как следует прогенералить, все помыть, помыть и чистоту навести. Люблю чистоту. Иногда мне лень, но бывает у меня вот так вот раз. И появилось желание взять и сделать все это. Ну, я молодец, я это сделала. Правда, еще надо все это как бы до конца довести. Но самое главное, уже, как говорится, повымывала. И уже это мне радует, мне это уже от этого хорошо. Все, сейчас немножко отдохну и потом попозже уже к вам вернусь. Так, я слышу, раскаты грома начались. Небо потемнело. Я смотрю фильм, продолжаю смотреть. Гром гремит. Скоро пойдет дождь. Все, дождик начался, прямо крупными каплями пошел. Гром гремит, начался ливень. На час раньше, чем обещали. О, дождик лупанул. Да еще и с градом. Я смотрю, градинки он отскакивает. Ну, маленькие хорошо, что небольшие. Да, ну, похолодает сейчас резко. Уже прям холодный такой ветер. Ой, ужас. На улицу выходить надо будет мне сегодня. И что, что одевать, я не знаю. Ой, вышла я на улицу. Оделась я с перепугу в кофточку, в штанишки. Потому что, ну, в окошко выглянуло вроде прохладненько. Ну, сейчас вроде бы 22 градуса. Но вечером уже, в 6 часов уже будет 17. Ну, это ж куда годится, холодно. Я решила одеться чуть потеплее. Это я тут мусор выношу. Так. Ну, что, куда я иду? Хочу я сейчас сходить в оптику. Проверить зрение. Может быть, даже заказать очки. Может быть, если понадобится, закажу. Ну, во всяком случае, давно собиралась. И сейчас вот решила пройтись и сделать это. Дождик прошел, быстро прекратился. Но я не обольщаюсь. Я думаю, что... Не думаю, знаю, что он будет еще идти. Сейчас потихонечку так покапывает. Зонтик взяла с собой. В общем, если что, под зонтом прогуляюсь. Мое дело прогуляться сейчас. Девочки, зашла я в оптику. Заказала себе очки. Немножечко помощнее, чем те, что у меня были. В общем, уже двоечка у меня. 2,25. Было полтора. Но книжку читать начала недавно. А мне книжку читать тяжеловато оказалось. Вот поэтому решила прийти проверить. Вот. Ну что, я смотрю на той стороне фикс-прайс. Заглянуть туда, что ли? Загляну я в фикс-прайс. Не в свой, а немножко в другой. Здесь может быть что-нибудь такое, чего нет у нас. Ну, посмотрим, что тут хорошего. Так, зеленый. Пошли. Пошли, 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 пошли. Заглянули. Идем через дорогу. По лестнике надо по этой подняться на второй этаж. Который раз смотрю уже на эту подставку для книг. Для книг, планшетов и еще для чего-то. Они еще бывают разных цветов. Синий, черный, бежевый даже тут есть. Красный. Не знаю, надо, не надо. Как-то вроде хочется и вроде бы и не надо. Ну, ладно. Пойдем еще посмотрим, что тут хорошего. Удалитель косточек. Во, какая вещь. 77. Девочки, леечка с сеточкой. Вот это прелесть. Вот это я давно хотела. Сколько стоит, не вижу я цены. Но по-любому я возьму. Она откручивается, эта лейка. Сетку можно будет промыть. Бывает, компотик нужно процедить. Вот это прямо вообще, вообще нужная вещь. Класс. Шумовка 50. Рублей. Вот что мне нравится в ней, то, что здесь у нее очень тонкий конец и очень удобно переворачивать. Деревянной лопаткой бывает не ухватишь там. А вот это я прям очень хорошо, классно переворачивать. Есть пошире. Там тоже, правда. Ну, мне шире не надо. Вот это для котлеток в самый раз, размерчик. Иногда полезно зайти в магазин в другой, не в тот, который привыкла заходить. Это что, графин такой, просто графин? Высокий, высокий слишком. А в какой-то другой. И в другом лежит все по-другому, даже если товар кажется, ну, в основном тот же самый, да. Но так как оно лежит все по-другому, уже что-то бросается в глаза. А в своем магазине уже привыкла, где что лежит. И вот как-то уже там не то. Уже не бросается в глаза. Так, посмотрим дальше. Что-то интересное хочется увидеть. Люблю посуду разглядывать почему-то. Не знаю. Посуда вроде бы не нужна, вроде есть все. А вдруг что-нибудь попадется, то, что мне прям очень надо. И я уже давно забыла, что мне это, допустим, было нужно. Смотрите, какая интересная базочка. Классненькая. Вот такая симпатичная. Это вот как маленький такой аквариум. Интересно. Сюда что-нибудь красивое. Камушки положить, как декоративное, да. Здорово. Так, что тут хорошего еще есть? Это какие-то крышки. А, это для вот этих вот тарелочек. Понятненько. На супницу уже сколько раз поглядывает. С ручками прямо. Но не беру пока. Когда-нибудь, как мне приспичит, возьму. Возьму и возьму так. Ну, пока не буду брать. Ладно. Так. Вроде ничего особо нового нет. Кстати, кто-то из подписчиков у меня спрашивал, где я взяла вот такую вот гибкую доску. Вот они, девочки. Гибкие доски. Вот они лежат. Здесь в фикс-прайсе. Есть поменьше размерчик. Побольше размерчик. Вот еще больше размерчик. И разных цветов. Голубенькая, там розовенькая. Вон желтенькая есть. В общем, в фикс-прайсе можете взять. Вот сейчас там скидка на них. А, это не скидка. Это цена, у кого нет карточки фикс-прайс. А, это цена по карточке фикс-прайс. Или со скидкой. О, какая прикольная. Какая прикольная кепочка. Красивая. А еще вот такие есть. Вот джинсовая. А там тоже бабочка. Блестяшечками какими-то. Разных цветов. Розовые. Вот какой органайзер для косметики, аксессуаров. Сельги туда всякое положить. Раз, два, три, четыре яруса. Вот он в коробочку такую помещается. А сколько стоит? 199. Люблю вот эти всякие разные мелкие цветные штучки. Дизайн ногтей. Ножницы-кусачки. Тут открытые они. Вот такие еще. То есть маникюрные ножницы. Они разные есть. Набор кисточек для макияжа. Разные кисти. Шесть штук. 199 рублей стоит. Разные масочки. Пилинг. Даже ангелы делают пиликер. Пилинг. Маска для ног. Интересное дело. Это интересное дело. СПА-носочки. Релакс-терапия. Очень... Вот это прямо очень интересно. Сейчас я посмотрю. Наверное, возьму. Хочется взять. Что-то я посмотрела. Посмотрела все эти маски. Вот мне вот это релакс-терапия для ног. СПА-носочки. Что-то мне прям приглянулось. Я вообще второй, наверное, возьму. Возьму два. Вот это просто... Чтобы ножки отдыхали. Носочки одел. И так. И все. Мне кажется, больше ничего не надо. Это нужная вещь. Интересные вот эти вот ведерки. Или это как корзина. Или как ведерко. Вот оно вроде вместительное для одежды. Но оно гнется очень здорово. И легкое. Классная вещь. Только без цены. Папочки вот такие на молнии. С ручкой. 199 стоит. Разноцветные есть. Разноцветные. Вот это что с ручкой, это здорово. Покольненько. Нравится. Так. Ну, вроде после моего последнего обзора здесь не особо много появилось новинок. Не сильно много. Какие-то появились, но не так-то. Не так, чтобы прямо вам особо показать алфавит. Так. Блокнотики какие-то появились. Тетради. 3 рубля 40 копеек. Это тетрадь в линейку. Это тетрадь в клетку. По 3 рубля. По 3.40. Так. Так. Ну, я вроде бы тут все посмотрела. Мне кажется, что это синтетика шарфики. Синтетика. Эти легкие. Лето прошло. Зато такие разноцветные, цветные. Такие еще есть. Так. Ну, мне вот это все не нужно. В принципе, все, пожалуй. Куча всяких корзинок разных размеров. Цветы. Цвета такие яркие, классные. Так. Ну, мне все, что нужно, я взяла. Все. Я вам уже показала, что взяла. И пошла на кассу. Все. Есть возможность снять вам вид сверху. Немножечко. Небо что-то прояснилось. Ну, вроде бы как дождь. Обещали, что будет до самой ночи. И ночью тоже. Но нету дождя и хорошо. Интересно. Вот эта лужа как раз, если захочется зайти под остановку, под эту, да? И потом оттуда бежать к автобусу нужно прям через лужу, да, перепрыгивать. Как это так сделали? Непонятно. Ну, автобус пришел. Смотрите, как после дождичка расцвела клумбочка. Какая красота. Вот такие разноцветные, красивые цветочки. А вот этот как расцвел. Смотрите. То, что я вам тогда показывала. Мне кто-то написал название, но я его уже забыла. Успешно забыла. И вот еще. Расцветает, распускается прям. Ой, люблю вот эти разноцветные, красивые, красивые цветы. Так, что у нас тут с небом вообще делается? Я не могу понять. Вот там черные тучи. Там ясно. Там черные тучи. Короче говоря, девочки, бегу за Настей. Мне надо ее на тренировку отвезти. И что, и что. Ну, хотелось бы успеть, конечно, до дождя. Успеем, не успеем. Зонтик взяла. Не знаю, что одевать. Пришла домой. Разделась хорошо. С окна дует холодный ветер. Думаю, ладно. Дело к вечеру. Сейчас может дождь ливануть. И как? Похолодать резко вообще. Так что непонятная погода. В общем, ладно. Я думаю, парка с теней ломит. Бегу. Вот как, скажите мне, пожалуйста, прогулочным шагом. Не, ну, можно было выйти пораньше. Ну, я там уже доделывала свою уборку. Там даже не уборку, уже все убрано. И помыто по местам, порасставляла. Я люблю возвращаться домой, когда дома заходишь. А там чистота, красота. Классно. Так, ну, сегодня я сделала зарядку. Можно сказать, две зарядки. С утра пораньше встала. И вот это вот у меня туда-сюда, туда-сюда. Перекладывать с места на место. Мыть, драить. Туда-сюда. Еще пошла, что-то очки заказала. Смотрите, сколько дел сделала. Фикс прайс зашла. Хотя там нового, ничего не нашла. Ну, по крайней мере, вот такую лейку, которую я купила. Вот лейка мне действительно такая. Я думала о такой лейке, чтобы было с ситечком. Это класс. Вот эти вот масочки взяла, две штучки. Релакс для ножек. Наверное, сегодня приду, если не забуду. И сделаю релакс для своих ножек. Некогда присесть, даже поболтать с вами. Поэтому на ходу иду, бегу, можно сказать. Так. И разговариваю. Все, сейчас Настю заберу и бегом-бегом. Хотелось бы с ней спеть. Если я под дочь попаду, ничего страшного. А если мы вдвоем, зонтик один. Вдвоем неудобно под одним зонтиком. Вот. Так что сейчас самое главное, быстренько, ее туда отвезти. А потом уже спокойненько домой добраться, завалиться. И досмотреть. Я не знаю, сколько серий. По-моему, я сейчас десятую серию смотрю. Этого третьего сезона. Не знаю, что сказать вам, девочки. Давно бы я его, конечно, выключила бы уже и не смотрела бы совсем. Ну, дело принципа хочу досмотреть. Интересно все-таки, чем это закончится, безобразие. Намутили, как намутили. Мало того, что все очень медленно происходит, медленно говорят, медленно движутся. Я понимаю, что это, конечно, мистический детектив, но он такой мистический, чересчур просто. Вот. Ну, мое любопытство, конечно, тут уже столько смотрела. Хочется досмотреть, чтобы, по крайней мере, быть в курсе, чем же там все это дело закончится. Ладно, девочки, выключаюсь и бегу. Все, девочки, я уже пришла домой. И вот хочу лечь уже отдохнуть. Решила все-таки спробовать вот эту вот релакс-терапию для ног. То, что я купила в фикс-прайсе. Я смотрю, здесь такой состав хорошенький. Экстракт макадамии, экстракт лаванды, масло шеи, экстракт герани, экстракт розмарина. В общем, успокаивает, смягчает, улажняет, питает все, что нужно делает. Вот такие вот носочки одела. Там внутри что-то там есть такое, какой-то крем или что-то состав. В общем, минут 15-20. Потом снять, равномерно разнести там крем по ногам. Ничего не надо там вытирать, ничего. Ну, должны ножки отдохнуть. Сейчас ножки задеру на диван и буду кайфовать. Все, девочки, носочки я сняла. Мои ножки кайфанули. Правда, классная масочка. Мне она понравилась. Хорошо, что я взяла две. Вот как раз после такого тяжелого труда дня, так сказать, да, ножки прям кайфуют. Сейчас их еще задрать на диван и все, классно. Устала, но не жалуюсь. Много дел сделала. Сегодня я прям довольна собою. Но я хочу видео на этом закончить. Наснимала я там, по-моему, всякой-всячиной. Достаточно уже. И завтра утром надо будет его смонтировать. Вообще завтра я буду отдыхать. Сейчас буду отдыхать и завтра отдыхать до вечера. Ну, вечером уже Настю мне будет забрать из садика и привезти к себе. Все, на этом я с вами прощаюсь, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Как всегда, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.